Всем привет дорогие зрители, с вами Джофф и сегодня у нас весьма необычное видео. Сегодня мы вам расскажем про топ 20 самых мощных танков World of Tanks. Самые опасные машины, самые имбалансные машины. Машины на которых очень легко играется, нагибается и которые могут убивать просто все живое. Итак, поехали. И на 20 месте у нас американская ПТСАУ Т18. Да-да, ребята, даже после недавнего нерфа она все равно адски нагибает. Фугасница с огромным даже для третьего уровня уроном. Дырокол, как альтернатива, с хорошей скорострельностью и точностью. Самое толстое лобовое бронирование на уровне. Большая максимальная скорость, но при этом, конечно, плохая маневренность и динамика, потому что была понерфлена. Масса 14 тонн на втором уровне. Можно ее использовать как таран. Что, ребята, в целом можно сказать про эту ПТСАУ. Даже после нерфа она все равно просто нещадно нагибает рэндом. Да, ее можно пробить, если знать ее слабые точки. Но, ребята, обычных рэндомных игроков эта ПТшка убивает только в путь. Она все так же может делать воинов и колобановых в умелых руках. В общем, очень-очень мощная машина, как для второго уровня и весьма имбалансная. Настоятельно рекомендую ее себе прикупить. На девятнадцатом месте у нас ИСУ-152. Самое высокое бронепробитие на уровне. Огромный разовый урон. СТ или ПТ шестого уровня просто уходит ваншотом. Хорошая маскировка, но при этом плохой обзор. И самое главное, плохая броня, за исключением маски орудия. Ну и, конечно, ребята, надо еще добавить про не очень хорошую динамику и маневренность. Конечно, на некоторые позиции ИСУ может доехать достаточно быстро, но если вы захотите ее закаруселить, это не будет проблемой. Что, ребята, можно сказать про ИСУ-152? Это ужаснейшая ПТ-САУ, как для восьмого уровня. Когда она попадает в топ, она просто за один выстрел сносит по пол хлебала. И не чувствует совершенно своей вины. Стоит ли, ребята, говорить о том, что на восьмом уровне это единственный танк с таким огромным пробитием 276 и таким огромным разовым уроном 750? Весьма мощная машина, как для восьмого уровня. Рекомендуем ее прокачать. На восемнадцатом месте у нас ИС-3. Можно сказать коллега ИСУ-152, но плюсы у него другие. Хорошие углы наклона лобовой брони. Низкий профиль. Отличная маневренность и скорость, как для тяжелого танка. Мощное и достаточно точное орудие. Наличие чита бортов в виде экранов. Я, ребята, не знаю. Я много слышал разных мнений про ИС-3, что он не наебает, не стреляет, не ездит. Но когда я каждый раз беру этот танчик, я понимаю, что он реально офигенный. У него нет какой-то отдельной сильной стороны. У него нет непробиваемой башни. У него нет суперточного орудия. У него нет огромного разового урона. Урон у него, в принципе, плюс-минус средний, как для восьмого уровня. Но! Все-таки он настолько универсален. Он настолько офигенен в любой ситуации. Он так хорошо может выживать в каких-то перестрелках, что тройкам не нравится, наверное, больше, чем все остальные тяжелые танки восьмого уровня. Это действительно универсальное, легкое в освоении и очень нагибучая машина. И в нашем топе она занимает свое законное восемнадцатое место. Потому что ИС-3 тащит, ибо деды воевали. На семнадцатом месте у нас средний премиумный танк третьего уровня. Он представляет собой трофейный французский танк С-35, переоборудованный под немецкие стандарты. Была изменена командирская башенка, установлена немецкая рация. Он обладает солидным боекомплектом и прочной для своего уровня броней, при невысокой мобильности. Для орудия характерны высокие показатели скорострельности и точности. Также у танчика достаточно хороший обзор, как для третьего уровня. Что, ребята, можно сказать про эту премиумную машинку? Сам я лично ее не катал, но многие, очень многие наши зрители хвалят ее за хорошую броню и достаточно неплохую пушку. Они говорят, что этим танчиком можно продавливать целые направления. Они пишут, что он просто имба на третьем уровне, и те, кто его купил, просто бесчинствуют в песочнице. Машина действительно достойная. Именно, дорогие зрители, по вашим многочисленным просьбам, мы включили этот танчик в наш топ-20 самых мощных танков World of Tanks. На шестнадцатом месте у нас снова кумир игроков World of Tanks – КВ-1. Я, честно говоря, не хотел включать в топ-20 этот танчик, потому что мне он кажется скучноватым, хоть и по-своему сильным. Но вы, дорогие зрители, настояли. У КВ-1 хорошая скорострельность, не очень хорошее бронепробитие, но при этом просто отличное круговое бронирование. Низкая скорость и плохая маневренность. В комментариях многие из вас писали, что КВ-1 – это одна из самых комфортных машин на пятом уровне, и вам на ней игралось легче всего. В принципе, это можно все понять, потому что БДСМ, какой-нибудь другой британский танчик – они все меркнут рядом с КВ-1. КВ-1 очень легок в нагибе. КВ-1 прощает ошибки. КВ-1 может реально хорошо танковать. Да, для него опасный ПТ-САУ, но они опасны и для других тяжелых танков пятого уровня. КВ-1 самый живучий и самый стойкий. Тут ему надо отдать должное. Поэтому Клим Ворошилов занимает 16 место в нашем топ-20 самых мощных танков вводов тэнкс. 15 место. Тут у нас сдвоенная позиция. Американские ПТ-САУ 5 и 6 уровня. Т67 и М18 Хелкет. Т67 – тут в принципе все понятно. Высокая максимальная скорость, отсутствие брони, большие углы вертикальной наводки и просто отличное орудие с неплохим обзором. Хелкет очень похож на своего младшего собрата. Наличие башни, хорошая бронированная маска орудия, хорошие углы вертикальной наводки, отсутствие брони, но при этом высокая максимальная скорость, отличное орудие, но увы, после нерфа слабая маневренность и очень низкая максимальная скорость назад. Эти ребята, две ПТ-САУ, они в принципе даже после всех нерфов, увеличений в размерах и прочего прочего, они все равно нагибают. Хелкет может быть и потерял немножечко своей нагибучести, но вот Т67 как карал всех в рендоме, так и карает. Эти две ПТ-САУ должны быть в ангаре у каждого, или по крайней мере каждый должен их пройти, если хочет почувствовать вкус нагиба в песочнице или на средних уровнях. Две достойные машины, с хорошими динамическими характеристиками, с очень хорошими пушками. Да, у них есть свои минусы, это отсутствие брони и в каких-то моментах может быть недостаточная маневренность, но все это хорошо компенсируется тем, что мы можем одновременно играть и как ПТ-САУ, и как хорошие СТ. В общем, всячески рекомендую попробовать эти ПТ-шки. 14 место. Немецкая ПТ-САУ 10 уровня, Ваффентрагер Е100. Честно говоря, ребята, до всех нерфов, до того, как у Вафли забрали один снаряд из барабана, до того, как точность ее стала, ну, не такой имбоватой, как была, Вафля бы у нас оказалась где-то в первой десятке, возможно, даже на третьем или четвертом месте. Но сейчас, учитывая все нерфы, учитывая, что Вафля уже не так гнет, как раньше, она всего лишь занимает 14 место. Да, у нее все еще есть огромный урон 128-мм орудия. 2800 хп за 8 секунд. Отличная точность, но при этом уже только по неподвижным целям, потому что стабилизация оставляет желать лучшего, хотя сведение достаточно быстрое. Вращающаяся на 360 градусов башня, но при этом она картонная. Ну и самое главное, это просто невероятные размеры, что очень плохо влияет на маскировку. Да, Вафля все еще может дать перцу. Да, Вафля все еще может с одного барабана убить какой-то танк. Да, Вафля все еще очень опасный противник. Но, увы, сейчас у нее есть довольно-таки серьезные минусы, после всех изменений ее характеристик и после того, как ее начали просто жестоко фокусить в рендоме. Поэтому только 14 место. Но прокачать этот необычный танк, который в будущем разработчики хотят вроде бы заменить на что-то другое, или, по крайней мере, раздумывают над этим, вы обязательно должны. 13 место и еще одна немецкая Патасау. Рейн Метал Борсик. Ох, ребята, про этого взрывателя Пуканов на восьмом уровне я уже сказал очень и очень многое. Патасаус очень хорошая маскировка, как на восьмом уровне. С двумя отличными орудиями. 128 мм и 150 мм на голде. Наличие вращающейся на 360 градусов башни. Достаточно неплохая динамика. Да, полное отсутствие брони. Да, критуется просто пипец. Но, ребята, его маскировка, маскировка Борщика, она все перекрывает. Маскировка и офигенное орудие. Да, в патче 0.9.6 у этой Патасау отнимут обзор, и она уже не сможет сама себе светить. Даже с трубами. Но все равно, ребята, даже учитывая этот нерв, Борщик просто адский нагибатор. На восьмом уровне это самая неприятная Патасау. Именно из-за своей просто невероятной маскировки. Ее иногда трудно заметить даже с 250-300 метров. А если она стоит за какими-то кустами, или двойными кустами, то найти ее просто нереально. И она будет вас расстреливать из инвиза раз за разом. В общем, крайне неприятный противник и очень приятная Патасау, когда ты ею управляешь. Рекомендуем. 12 место. Старичок Е-75. Один из лучших немецких тяжелых танков. Вообще, одна из самых невероятных машин, которая может продавливать направление, от которой могут быть невероятные рикошеты от любых Патасау, в том числе и 10 уровня. Достаточно неплохое орудие. Пусть и не самым лучшим бронепробитием, но разовый урон весьма приятный. Целых 490 единиц. Очень прочная ВЛД. Весьма хорошее бронирование топовой башни. Под углом НЛД выдерживает попадание даже топовых орудий. Так что, если вы умеете грамотно танковать бортом или ромбом, вам даже черт не страшен. Очень хорошая динамика. Особенно после того, как сделали Е-75 достойную максималку. Хороший обзор. В общем, ребята, танк достаточно универсальный. Он может и пострелять, и потанковать, и приехать на какую-то позицию вовремя. Е-75, ребятки, всегда нравилось. Так что, у нас в топе она занимает 12 место. И это один из лучших немецких тяжелых танков. И 11 место, это американский тяжелый танк седьмого уровня Т-29. Почему вы спросите именно Т-29? А потому что, ребята, на седьмом уровне это самая настоящая имба. Крепкая, практически непробиваемая башня, если не считать лючка на ней. Средний бронированный корпус, но который тоже может танковать какие-то пятые и шестые уровни. Хорошее бронепробитие и достойный ДПМ. Достаточно неплохая точность, как для седьмого уровня. И множество позиций на картах, где можно играть именно от башни. Честно говоря, ребята, возможно на более высоких уровнях башни каких-то танков и пробиваются голдой. Но именно на седьмом уровне убербронированная башня Т-29 творит самые настоящие чудеса. Именно на этом танке можно сдерживать целые направления. Именно на этом танке можно тащить даже когда ты остался один против пяти или шести противников. Именно Т-29 позволяет не получать урона ни от кого, ну кроме разве что артиллерии, будь она неладна. В общем, ребята, машинка весьма комфортная и в свое время я прошел ее с большим удовольствием. И даже, ребята, было несколько ситуаций в рендоме, которые я помню, когда я чуть ли не взял на этом танке Колобанова. Но, увы, не повезло. Но все-таки, ребята, Т-29 это весьма неординарная машина. На седьмом уровне. Там, где большинство ездит даже без экипажа, прокачанного на 100%. Там, где не у всех есть оборудование и даже не все топовые модули, Т-29 творит чудеса. Просто потому, что это средний уровень боев, это практически песочница. И если Т-29 попадает в топ, да еще и без артиллерии, да еще на какой-то холмистой карте, а у нас таких карт немало, он может все. Он царь и бог. Отличная машина. А на этом, дорогие зрители, первая часть нашего топ-20 самых мощных танков World of Tanks подходит к концу. Почему вы спросите? Да потому, что в один выпуск вместить все 20 машин у нас, к сожалению, не получилось. Но вы не отчаиваетесь. Жмите лайки этому видео, подписывайтесь на канал, и мы через несколько дней выложим вторую часть нашего топа, где будут места с 10 по 1. И вы наконец-то узнаете, какие танки являются в World of Tanks самыми мощными, самыми имбалансными и самыми опасными. Какие танки стоит качать, и какие танки лучше не встречать на поле боя? А в комментариях под этим видео мы ждем от вас мнений о том, правильно ли мы расположили места или нет. Какого танчика, как вы считаете, не хватает в первой десятке, а какой там явно лишний? Пишите в комментариях, нам интересно, что вы думаете. На этом, ребята, у меня все. Побольше вам имбалансных танков и удачных вам боев. Чао, какао. Редактор субтитров А.Семкин